Всем привет! Сегодня у нас на обзоре замечательный видеорегистратор Viper X-Drive Данный видеорегистратор имеет GPS GLONASS модуль информатор о стационарных камерах Wi-Fi и магнитное сквозное крепление Также он имеет возможность подключения камеры заднего вида Данные видеорегистраторы идут в трех комплектациях Данная комплектация у нас без камеры заднего вида Есть вторая комплектация с салонной камерой заднего вида И третья комплектация идет у нас с внешней камерой заднего вида влагозащищенной Также опционально можно докупить данному видеорегистратору CPL-фильтр Это антибликовый фильтр, который убирает ореолы всякие и так далее Данный видеорегистратор на процессоре Amstar и имеет матрицу Sony Starvis 307 Сейчас мы откроем и посмотрим, что у нас тут есть Поддержка карты у нас до 128 гигабайт А, тут написано до 64 гигабайт Но мы 128 гигабайт ставили Если мы покупаем видеорегистраторы с одной камерой, то он стоит 7190 рублей Если с внешней или салонной камерой, то 7950 рублей Такой видеорегистратор Тут контактная группа у нас для подключения камеры заднего вида и питания через кронштейн Сейчас мы достанем кронштейн В комплекте еще идет картридер салфеткой для протирки линз и запасной двухсторонний скотч для того, чтобы можно было переставить в другой автомобиль или если стекло треснуло, тогда вы меняете чтобы не искать скотч, у вас уже в комплекте он есть Питание у нас сюда подходит 12-ти вольтовое Это у нас GPS-модуль, встроенный в кронштейн Вот, и вот так это выглядит То есть, наклон мы можем регулировать Вправо-влево уже в данных видеорегистраторах невозможно поворачивать Тут есть у нас два фиксатора Для того, чтобы, не дай бог, на кочке видеорегистратор не соскользнул вниз снимается он методом наклона Вот так, раз То есть, резко вниз он не снимается Только вот так Такой GPS Он приклеивается к стеклу и видеорегистратор уже на магните к нему крепится У нас есть кабель питания В кабеле питания у нас в штекере есть еще одно гнездо для прикуривателя для того, чтобы можно было заряжать одновременно еще какой-нибудь гаджет планшет, телефон и так далее Тут у нас коннектор тонкий не как у радар-детекторов но он все-таки 12-ти вольтовый Подходит для видеорегистраторов с компоустройства Это ViperFit Вот, вставляется вот сюда И включается прикуриватель Так, что мы имеем Кнопка вверх-вниз Тут у нас кнопка ОК Кнопка меню Кнопка включения-выключения Кнопка аварийной записи Кнопочка ресет Когда у нас идет в комплекте камера заднего вида у нас тут еще есть слот под камеру заднего вида Так, заходим в меню Что у нас есть в меню? Режим дисплея Радар и ДВР То есть видеорегистратор с GPS-информатором Громкость Превышение скорости Дистанция оповещений Лимит превышения Стационарные камеры Поток, стрелка Камера, светофор Пост ДПС Автодория Видеоблок Муляж Остановка Платон GPS включить-выключить Состояние GPS можно посмотреть Удалить точки ПОИ Которые вы сами можете зафиксировать Дальше идем У нас разрешение 2304 на 1296 Также его можно менять Можно поставить HD-ready 1280 на 720 И Full HD 1920 на 1080 Вот, циклическая запись Минута 2, 3, 5 G-сенсор Высокое Выключить Низкое Среднее По нашим дорогам Можно не включать его Детектор движения Запись звука Данные GPS Дальше у нас Wi-Fi То есть через Wi-Fi Мы можем обновлять Базу данных И настраивать Сам видеорегистратор Можно сделать Автоматическое Отключение дисплея Яркость дисплея Сигнал кнопок Можно включить Выключить Штамп скорости Госномер внести Часовой пояс По Гринвичу У нас плюс 5, например Язык поменять Отформатировать Карту памяти Сбросить настройки И посмотреть версию Прошивки И базы данных Вот, ну На этом, в принципе, все Сейчас мы Поедем покатаемся Снимем для вас Примеры видео Вот И Вы увидите Как он замечательно снимает И сделаем вывод Субтитры сделал DimaTorzok Стационарная камера Ограничение скорости 60 км в час Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сейчас мы вам продемонстрируем Как видеорегистратор Вайпер X-Drive Детектирует полицейские Стационарные радары Которые загружены ему в базу Стационарная камера Ограничение скорости 60 км в час Внимание! Превышение скоростного режима Идет показ скорости С которой вы едете Вот Знак разрешенной скорости Вот этот Стационарная камера Ограничение скорости 60 км в час Естественно, если это будет контроль средней скорости Он будет показывать вам среднюю скорость У нас в Уфе, к сожалению Или, к счастью, нет таких камер Вот, поэтому Можете поверить Ни на слово Внимание! Стационарная камера Ограничение скорости 60 км в час Внимание! Превышение скоростного режима Внимание! Превышение скоростного режима То есть, если мы превышаем разрешенную скорость Эта рамка Информация становится в красном цвете Если мы не превышаем разрешенную скорость То зеленая просто предупреждает Что впереди есть камера Чтобы мы были вооружены Итак, подведем итог По поводу видеорегистратора Viper X-Drive Это замечательный видеорегистратор Я его рекомендую к покупке Аналогов по цене Вообще не существует пока что То есть, на борту есть Wi-Fi Обновление через приложение Скачивание роликов Телефон и так далее Есть GPS-информатор Есть магнитное крепление Вот, есть несколько комплектаций То есть, однокамерный видеорегистратор Стоит всего 7190 рублей И две комплектации с двухкамерными То есть, внешняя камера и салонная камера Цена 7950 рублей За двухкамерный видеорегистратор С GPS и с Wi-Fi Аналогов пока на российском рынке Очень мало Практически, если я не ошибаюсь Их нет За такую цену Потому что, например Конкурентов с одной камерой Стоит 8000 Чтобы Wi-Fi был и GPS И так далее Новые Приятного вам просмотра Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал И ждем следующих устройств на обзоры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok